Самодисциплина. Первые шаги. Раз эта книга оказалась у вас, вы имеете достаточно слабую самодисциплину, как и абсолютное большинство людей. Возможно, в настоящее время не умеете делать определенные вещи, которые вы хотели бы делать, например, играть на скрипке. Но вы можете преодолеть себя, укрепить свою самодисциплину и, наконец, научиться желаемому и достичь новой ступени развития. Да, в самом деле, самодисциплина не является врожденным качеством. Они могут быть развиты, вы можете улучшить самодисциплину, так же, как можете натренировать свое тело. Это не делается за несколько дней или недель, но в конечном итоге вы добьетесь значительного прогресса. Так с чего начать? Прежде всего, займитесь своей психологической подготовкой. Без правильного настроя, умения контролировать себя и искренней веры в свои силы вы обречены на провал. Как ни странно, именно внутренняя готовность изменить и измениться – самое слабое место при воспитании самого себя. Не существует абсолютно универсальных ритуалов, способных помочь в совершенствовании личности, поскольку все люди слишком разные. Именно поэтому первоначальный этап развития самодисциплины – тщательный самоанализ, перестройка сознания и подсознания. Пренебрегая психологией, вы ограничиваете себя заблуждениями о своих собственных возможностях и способностях. Получается, что ваши успехи будут доходить лишь до той планки, которую вы сами себе установили. В первую очередь нужно менять не поведение, а представление о самом себе. Как это сделать? Осознайте себя Вы хотите научиться поступать так, как считаете правильно, несмотря на то, что вы чувствуете в данный момент. Поэтому важнейший компонент самодисциплины – познание себя. Вы должны понять, какое поведение и какие признаки лучше отражают ваши цели и ценности. Этот процесс требует самоанализа, ну а его лучше всего проводить в письменном виде. Обязательно уделите время тому, чтобы записать свои цели, мечты и амбиции. Самодисциплина зависит от осознания того, что вы делаете, и того, что вы не делаете. Задумайтесь об этом. Если вы не понимаете, что ваше поведение для вас недопустимо, как вы можете осознать, что нужно действовать по-другому? Если вы сталкиваетесь с постоянными трудностями в конкретной области жизни, скорее всего, это означает, что корнем проблемы является отказ от признания реальности такой, какой она является. Пока вы не поймете, что именно вам мешает, вы не сможете правильно определить, что можно и что нельзя делать. Вы будете добиваться коротковременных успехов в мелких делах и совершать серьезные ошибки в больших проектах. Но вы, скорее всего, будете винить внешние обстоятельства и трудности, чем сможете признать, что вам необходимо стать сильнее. Поэтому так важно понять, что без серьезной работы над собой вам не обойтись. Определите ваш уровень самодисциплины. Если его не знать, то будет непонятно, как планировать свою работу в дальнейшем. Это утверждение может показаться простым и очевидным, но на практике оценить это чрезвычайно трудно. Самая первая ошибка, которую делают люди в стремлении повысить свой уровень самодисциплины – это неспособность точно понять и принять свое текущее положение. Тренировка силы воли похожа на тренировку мышц. Чтобы добиться успеха в спортзале, надо знать, насколько сильны вы в данный момент. Без этого вы никак не сможете подобрать разумную программу тренировок, только рискуете получить слишком сильную или легкую нагрузку. В первом случае вы не сможете сделать и первых шагов, во втором улучшения будут слишком незначительными и пропадут даром. Итак, нужно решить, какая задача для вас легка, а какая кажется невыполнимой. Вот примерный список вопросов, которые помогут вам проанализировать, где вы находитесь прямо сейчас. Вы принимаете душ каждый день. Вы просыпаетесь в одно и то же время в будни, а в выходные у вас лишний вес сколько?